28 августа. Вечером прошли испытания последнего 150-метрового участка моста. 29 августа. Первый секретарь Красноярского краевого комитета партии Павел Стефанович Федирко открывает движение по новому мосту. Позвольте открыть движение по новому Октябрьскому мосту. В 1986-м были уверены, новый мост существенно уменьшит нагрузку на коммунальный и будет способствовать, цитирую, чистоте воздуха в краевом центре. Наверное, на любое массовое мероприятие города сейчас собирается меньше красноярцев, чем тогда на открытие Октябрьского моста. Тысячи людей, первые лица, журналисты, естественно, главные герои дня – строители, которые с тахановскими темпами, иногда без выходных и проходных, возводили важный проект целых 10 лет. Вот на этом мосту, если поставить все швы, можно доехать до Москвы. Вы представляете, какой монотонный труд. Одной сварки – это надо было пройти просто все на коленках, по коробкам. Если все эти швы разложить, это 5000 километров. Новый мост стал хорошим подарком красноярцам. А на острове Татышев открылся парк культуры и отдыха, который станет одним из любимых мест жителей города на Енисеи. Даром, что остров Татышев как место для отдыха красноярцев открыли в 86-м, лишь спустя 20 лет, по сути, появился неформальный интерес к этой территории. Сейчас здесь проходит около 100 тысяч человек в неделю, велосипедисты, спортсмены. Это не говоря уже про постоянные массовые мероприятия. Торговый центр Красноярья. Здесь проходила традиционная конъюнктурная ярмарка промышленных товаров. Тысячи горожан смогли сказать свое «да» и «нет» продукции, заводов и фабрик. Традиционно на ярмарке лучшие образцы местных товаров, 420 из которых награждены почетным в СССР государственным знаком качества. Покупатели очень довольны. Я сейчас заходил где-где рубаши. Много цветов в разных рубах. Хорошие мне понравились, но очень большие, стоять не некогда. На взгляд современников, качество и дизайн продаваемых товаров, прямо скажем, оставляет желать лучшего. Но бесхитростные куклы фабрики «Бирюсинка» были в хозяйстве у всех красноярских девочек. А у мам кастрюли, разделочные доски и о – это для многих только мечта – холодильники «Бирюса». Двухкамерные с морозилкой. В 84-м этого товара только марки «Бирюса-17» было выпущено 150 тысяч штук. Но всем желающим все равно, естественно, не хватило. Пусть не все сегодня приобрели покупки. Главное, состоялся доверительный разговор. Он способствует появлению нужных товаров. Наталья Кичина, Новости ТВК. Проект создан при информационной поддержке красноярского кинографа.